В эфире Народные новости в студии Ирина Семенова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Движение в будущее. В Доме Республики обсудили вопросы молодежной политики. Этот день мы не забудем никогда. 22 июня в России. День памяти и скорби. Святая Троица Мордовия встретила один из самых главных христианских праздников. На радость детям в Новотройске построили детскую площадку. Ракетная атака на Севастополь и стрельба в Дагестане. 23 июня страну охватила волна трагических событий. Десятки погибших, более сотни пострадавших. В самый разгар выходного дня два пляжа Севастополя подверглись ракетной атаке с кассетными боеприпасами. В Дербенте и Махачкале террористы напали на храмы и пост ДПС. Мордовия скорбит по погибшим вместе со всей страной. В центре Саранска образовался стихийный мемориал. С подробностями мои коллеги. Мордовия скорбит вместе с жителями Севастополя и Дагестана. Глава Мордовии выразил соболезнования по поводу трагической гибели людей в результате атаки на мирных жителей. Республика Мордовия вместе со всей страной глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате подлой и бесчеловечной атаки врага, нацеленной на мирных жителей. От всех жителей Мордовии, от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Глава республики направил телеграммы с глубокими соболезнованиями семьям погибших, губернатору Севастополя и главе Дагестана. В понедельник, 24 июня, в Саранске у памятника семьи образовался стихийный мемориал. Неравнодушные люди несли цветы и игрушки. Не остались в стороне молодежные организации. У памятника семье зажглись красные лампадки в памяти о погибших в результате бесчеловечных терактов. Произошло то, что очень тяжело выразить словами. И сегодня возлагает цветы к памятнику семье. Хочется сказать, мы едины с Россией. И мы вместе с Дагестаном, Севастополем переживаем те ужасы, которые враг, несмотря ни на что, сделал нечеловеческие поступки. Мы грустим и сожалеем и выражаем соболезнования мирным жителям. И самое главное, что день, в котором было это совершено, был днём, призывающий всех людей на планете осуществлять любовь, единение. Это день Святой Троицы. День рождения Церкви. День рождения Церкви. Это чудовищное преступление. Давняя стратегия, давние планы наших недругов, врагов России. Попытаться раскачать наше межнациональное согласие, межрелигиозное согласие. И в этой связи, я думаю, что абсолютно уверен, что ничего этих наших недругов не получится. Когда наш враг не может нанести удар извне, то он обязательно ищет возможность ударить по самому ценному. И по самому сокровенному для народа, для нашего народа, это, конечно, многонациональный и многоконфессиональный народ. Болью и негодованием в сердцах жителей региона откликнулось чудовищные преступления, совершенные террористами в Дербенте и Махачкале. Мордовия скорбит вместе с жителями Дагестана и Севастополя. На самом деле это очень ужасно слышать и видеть, потому что каждый год, как представитель педагогического отряда, работаешь с детьми. И вот недавно только вернулись из лагеря и узнала об этом событии. До сих пор ком в горле. Такие, конечно, вещи никогда нельзя простить, никогда нельзя такое отпустить. Никакое время не поможет и ничего не сможет залечить эти раны. Но помните, что мы сильнее, мы становимся только дружнее, сплоченнее. 24 июня в Севастополе и Крыму день траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и программы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, атака не останется без ответа. В Дагестане траур будет длиться несколько дней, 24, 25 и 26 июня. Ольга Данилова, Валерия Новикова, Сергей Соколов, Станислав Семин. Народные новости. Глава Мордовии Артем Сдунов встретился с председателем Госкомитета по делам молодежи Анастасией Гришневой. Обсуждались вопросы молодежной политики. Речь шла о движении первых в нацпроекте «Молодежь и дети» и не только. Ирина Суконкина с подробностями. Анастасия Гришнева рассказала, что Мордовия заняла пятое место во всероссийском рейтинге эффективной молодежной политики за 2023 год. К такому выводу пришли эксперты в рамках Всероссийского семинара совещания руководителей органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию государственной молодежной политики. Он проходил с 13 по 17 июня во Владивостоке. Участие в семинаре приняли все субъекты России, в том числе Мордовия. Анастасия Гришнева поделилась с главой республики основными выводами и идеями. Обсудили участие республики в федеральных проектах «Движение первых» и наполнении нового национального проекта «Молодежь и дети», который начнет свою работу в 2025 году. Фактически этот федеральный проект будет включать в себя те направления, которые связаны с международным молодежным сотрудничеством и с проектом социальной активности по практикам и добровольчеству. Кроме того, есть решение президента о том, что программа «Регион для молодых» по модернизации инфраструктуры для молодежи и по содержательной деятельности тоже является продолжением этой программы как минимум до 2030 года. И это также входит в состав этого национального проекта. Пятая строчка в мониторинге эффективности реализации молодежной политики – результат большой и слаженной работы. Высокая оценка отражает рост пользы и качества, добровольчество, патриотического воспитания и работы с подрастающим поколением в Мордовии. И это еще не предел, заверил глава республики. Максимальное количество людей обучить оказанию первенства с помощью. Вы знаете, каждый месяц к нам приезжают специалисты, самые главные специалисты Минздрава по поводу методики преподавателей. Вообще, это хорошая компетенция – готовить тех, кто учит. Сейчас, с учетом нынешней ситуации, давайте обучим все школы, специальные образовательные учреждения, среднего образования, высшего образования. В обучении желающих будут задействованы подготовленные региональные инструкторы и активисты движения «Первых». Ирина Сукункина, Народные новости. 22 июня в России – День памяти и скорби. 83 года назад началась самая разрушительная и кровопролитная война 20 века. Она оставила страшный и невосполнимый след в истории нашего народа. 27 миллионов жизнец, но и таких жертв наши деды и прадеды добыли победу. Их подвиг будет жить вечно в наших сердцах. В Саранске и в районах республики прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. На фронтах Великой Отечественной войны воевали более 249 тысяч сыновей и дочерей Мордовии. Более 110 тысяч уроженцев республики награждены боевыми орденами и медалями. 124 человека удостоены высшей награды – звания Героя Советского Союза. 32 – полные кавалеры Ордена Славы. В памятную дату к жителям региона обратился глава республики. В тексте, в частности, говорится. В День памяти и скорби мы склоняем головы перед памятью миллионов наших соотечественников, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. На защиту Родины поднялся весь наш многонациональный народ. Мужество и героизм уроженцев Мордовии, их стойкость и самотверженность на фронте и в тылу навсегда останутся для нас примером несгибаемой воли и безграничной любви к своей стране. И сегодня, когда Россия вновь стоит на защите правды и справедливости, мы помним заветы наших отцов и дедов – быть сильными и едиными перед лицом любых угроз. Вечная память героям. Вечная слава победителям. В День памяти и скорби на площади Победы организовали вахту памяти. Ее с самого утра несут поисковики и юнормейцы. Полдень на площади было особенно многолюдно. К памятнику воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, начали возлагать цветы. Надо вот передать ту историю наших отцов-победителей Великой Отечественной войны. Мой папа прошел всю войну, был разведчиком. И я знаю всего вот это слово. Он, правда, мало говорил, а вспоминал о войне, о тех тяжелых моментах. Говорил так, лучше бы этих дней вот это вот не было. Главное, чтобы это дело не повторялось. Также дань памяти отдали представители правоохранительных ведомств. Следом цветы возложили ветераны боевых действий, представители общественных организаций. Сегодняшняя дата, она очень значимая, как в истории нашего народа. Так и для бойцов, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин четко обозначил задачу о сохранении исторической правды и патриотического воспитания подрастающего поколения. Сегодняшняя дата, она один из элементов этого мероприятия, когда молодежь должна видеть как героев прежних войн, так и участников сегодняшних событий. Сегодня особый день, он именуется вполне справедливо день скорби и памяти. А я бы добавил еще одно слово, которое, наверное, должно стать для нас всех ключевым. Все, что дает Господь Бог, мы сохраняем или приумножаем настолько, насколько мы умеем за это благодарить. Не осталось в стороне молодое поколение. На площадь пришли бойцы поисковых отрядов, волонтеры, юнормейцы, активисты движения первых. После возложения цветов никто не торопился расходиться. К памятнику подходили обычные прохожие, мысленно благодарили защитников Отечества за победу. Трагедия, которая началась 83 года назад, коснулась каждой семьи. Всегда важно помнить и чтить память тех, кто погиб, потому что благодаря им сейчас мы живем. Мои прадедушки воевали тоже на войне, погибли. И мы помним их, гордимся ими и благодарим за их заслуги. 22 июня в Рузаевке местом проведения митинга стала площадь около памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Юнормейцы застыли в почетном карауле. Развивается российский триколор и флаг Мордовии. В День памяти и скорби вспоминают подвиги наших дедов и прадедов. Их внуки с честью и достоинством продолжают их дело и вновь стоят на защите правды и справедливости. Мы победили тогда, но победим и сегодня. У нас нет выбора, а у наших врагов нет шансов. Вечная память всем павшим, вечная слава, вечный покой. В Ковылкино в День памяти и скорби также провели митинг-реквием. Жители города Намокши пришли к мемориалу воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. На мраморных плитах высечены имена сотен ковылкинцев, которые отдали самое дорогое за свою отчизну. Память о них останется на века, потому что именно они отстояли независимость нашей страны от фашизма, который к началу Великой Отечественной войны уже поработил всю Европу. В планах было отобрать не только территории и природные ресурсы, захватить их, но и лишить наш народ культуры, истории, национальностей, всего нашего святого. Мы должны помнить об этом всегда. Также на митинге отдали дань уважения тем, кто ковал победу в тылу. Особенно теплые слова прозвучали в адрес тех, кто сейчас защищает Россию в зоне проведения специальной военной операции. Красные гвоздики легли к вечному огню, как символ вечной памяти и уважения славным победам наших предков. Ольга Данилова, Вячеслав Кузьменко, Владимир Надькин, Александр Овчинников, Максим Бикеев. Народные новости. Никто не забыт и ничто не забыто. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны в Саранске зажглись свечи. 22 июня в столице Мордовии вновь провели уже традиционную акцию свеча памяти. В пасмурный летний вечер огонь свечи греет руки Маргариты Борисовой. Первоклассница впервые пришла поддержать акцию со старшим братом Глебом. Он боец поискового отряда. В него принимают с пятого класса, но первокласснице Рите вручили форму за ее искренний интерес к поисковому движению уже сейчас. Этот день очень важен. Мы понимаем, как наши дедушки воевали на этой войне. Бабушка у меня лечила других, а дедушка у нас был военным. Кроме бойцов патриотического объединения, поиск свечи зажгли представители молодежных организаций, ветеранская общественность, а также жители и гости города. Анатолий Борисов пришел вместе с внучками. Для их семьи Площадь Победы – особенное место. У нас на стеле есть наш прапрадед Николай Михайлович Шипаксов. Он в 42-м году погиб рядовым. Надо приобщать детей вот этих, чтобы они знали, понимали, что к чему и откуда мы здесь живем. Я здесь живу всю жизнь. У меня сейчас 77 лет. Я здесь живу. Все время. За этот день мы вспомнили о тех, кто погиб за нашу свободу, за нашу жизнь. Я думаю, что надо проводить это мероприятие. Акция «Свеча памяти» у нас проводится в каждые важные исторические даты, дни, праздники, такие как 9 мая, 22 июня сегодня, в знак почтения памяти опавших во время Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Мне кажется, это очень важные акции для сохранения патриотических настроений, для сохранения той же исторической памяти. Во время акции вспоминали героев, кто приближал победу на фронте и в тылу, кто вернулся с победой и кто навсегда остался на полях сражений. Красные лампадки разложили у вечного огня. Один из самых трагических дней в истории нашей страны – это 22 июня, день, когда фашистская Германия вторглась в Советский Союз, началась Великая Отечественная война. Акция «Свеча памяти» проводится каждый год, ежегодно. Мы отдаем дань памяти. Всем тем, кто не вернулся с этого страшного события. Жители и гости города подходили к вечному огню, рассказывали юному поколению о трагической дате. На площади Победы десятки свечей горели до позднего вечера. 22 июня акция охватила и районы республики. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости. В Мордовии встретили Святую Троицу. Это один из самых главных праздников в православном календаре. Зачастую именно на Троицу отмечают день рождения села или даже города. Этому же празднику изданно посвящали большие события. К примеру, в Адовских селищах Зубово-Полянского района 23 июня провели республиканский национально-фольклорный праздник Акшакелу. Подробности далее. В Адовские селища – место, которое вот уже много лет хранит историю одного особенного мордовского праздника – Акшакелу. В этот день люди молятся о богатом урожае, благополучии, здоровье семьи и близких. По давней традиции жители Мордовии украшали березы пестрыми ленточками, плели из веток дерева венки. Отсюда и название. Акшакелу – это белая береза. Отрадно отметить тот факт, что в нашей республике и конкретно в Зубово-Полянском районе завелась добрая традиция. Уже многие-многие десятилетия мы собираемся здесь, на этой поляне, для того, чтобы почтить память усопших наших православных христиан в этих гуляниях, выразить наше отношение к вере, к Святой Троице. Этот день принято проводить в кругу своей большой семьи. Со всех уголков России съезжаются люди, чьи корни уходят глубоко-глубоко в мордовскую землю. Сегодня очень яркий, красивый, самобытный праздник Акшакелу. Уже 20-й раз он проходит здесь, в Адовых селищах в Зубово-Полянском районе. Праздник, который способствует укреплению, развитию нашей национальных традиций, культуры, языка. Пусть праздник Акшакелу будет долго-долго на Зубово-Полянской земле. Празднуется Акшакелу широко и весело, с танцами и песнями. Праздник не только национально-фольклорный, но и спортивный. Больше всего гостей Акшакелу привлекает зародившаяся в Зубовой поляне зрелищная борьба на поясах. По сегодняшний день народная забава привлекает мужчин всех возрастов. Акшакелу с каждым разом заинтересовывает все больше гостей. Кто-то посещает этот праздник с самого детства, а кто-то открывает национальное сокровище только в осознанном возрасте. Мы приехали вообще на историческую родину наши бабушки. Мы вообще просто, мы очень рады, мы очень гордимся. Не первый раз, но до этого были очень давно. Поэтому вот собрались, подросли, решили приехать. Потому что издалека, ну как с Рязани приехали. Я родился тот, я пять лет уже как сюда хожу. Это лучший праздник. Мы здесь родились. Как родились, и так и одного праздника не пропускал. В Новотроицке 23 июня помимо праздника Святой Троицы отметили день рождения села. Началось все с праздничной литургии. Дальше, по доброй традиции, сельчане и гости отправились в парк. Там их ждали угощения и развлечения. Люди общались, говорили о жизни, строили планы на будущее. Ковылкинцы встретили Троицу на главной площади города. Как водится, в этот день в родные края приезжают уроженцы района со всех уголков страны. Организаторы развернули масштабную ярмарку, на которой можно было найти самые разнообразные изделия талантливых мастеров. Благодаря таким празднованиям все гости, как местные, так и приезжие, могли поближе познакомиться с национальными костюмами и украшениями Мокши и Эрзи, попробовать традиционные блюда и в очередной раз убедиться, как хорош и красив Мордовский край. Кристина Стомина, Александр Овчинников, Максим Бикеев. Народные новости. На радость детям в городах и селах Мордовии продолжают строить современные детские площадки. По многочисленным просьбам местных жителей, возвели такую и в селе Новотроицкое Старошайговского района. Открытие проходило в торжественной обстановке. Подробности расскажут Ксения Заварюхина и Сергей Соколов. С раннего утра в центре Новотроицка царило праздничное настроение. Украшенная разноцветными шарами красивая площадка так и манила к себе посетителей. Радостью и восторгом светятся глаза ребят, когда они рассматривают новый игровой комплекс. Открытие детской площадки ждали не только жители села, в семьях которых растут дети, но и без исключения жители поселения. Открытие городка – это событие очень знаковое, особенно для детей, для ребят нашего села. Года два мы планировали и приняли решение, что в этом году ко дню села мы построим и сдадим эту площадку. И самое главное, активно просили об открытии площадки маленькие ребята, дети. Здесь очень много интересного разного оборудования, построили в срок, все очень качественно. Я и хотел бы обратить внимание, что это новая расцветка комплексов, такая игровая, детская, называется детство. И по реакции детей мы видим, что наша совместная идея при финансировании агрохолдинга Новотроицка была реализована и всем нравится. Радость с детьми разделили и взрослые. Они отметили, что для ребят это возможность больше проводить времени на улице, а не за гаджетами. Самое главное, нравится детям. Дети очень рады, что действительно открыли в таком вот месте. Здесь очень красиво и природа сама, и вообще очень место красивое для детей. Благодарность, конечно, Владимиру Викторовичу Руженкову за такое вот внимание к детям. Он свое слово пообещал, он свое слово сдержал. Спасибо ему большое. Я думаю, что эта площадка никогда не будет пустовать, и на ней всегда будет слышен детский смех. Ну а задача жителей – следить за этой площадкой и стараться, чтобы здесь сохранилась она в том же виде, в котором ее сегодня подарили. Самыми главными виновниками торжества были бесспорно дети. Они катались на качелях, осваивали горки и развлекались на детских тренажерах. Мне очень нравится эта площадка. Больше всех мне нравятся качели. И вон та вертушка. Ребятам Новотроицка сделали отличный подарок. Теперь в селе радостный смех детворы не будет стихать до самого вечера. Ксения Заварюхина, Сергей Соколов. Народные новости. Старошайговский район. ЗАЧИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ Полицейские и общественники провели профилактическую акцию. На улицах Саранска они объясняли прохожим, как не попасть в лапы мошенников. Подробности в нашем сюжете. В наше время телефонные и интернет-преступники становятся все более хитрыми и изворотливыми. Схема мошенников все более сложная, а жертвой может стать каждой. Полицейские представители отряда правопорядка объединились в рамках акции «Осторожно, мошенники». Они рассказали жителям и гостям Саранска о коварных ловушках, которые расставляют аферисты. Полицейские и общественники рассказали гражданам о мерах, позволяющих предотвратить мошенничество, а также передали им памятки, сопреждающие информацией и номерами телефонов органов внутренних дел, по которым можно сообщить о совершении противоправного деяния. Также полицейские попросили поделиться памятками со своими близкими, особенно с людьми пожилого возраста. Именно эта категория населения очень доверчива и может раскрыть посторонним все свои финансовые секреты. Основным способом борьбы с мошенническими действиями является их своевременное предупреждение. Чем больше людей будут осведомлены и предупреждены, тем меньше вероятность у мошенников завладеть средствами доверчивых граждан. Полиция напоминает. Бдительность – главное оружие в борьбе с мошенниками. Если у вас возникли сомнения, немедленно обращайтесь в свой банк или в полицию. Анастасия Лобашова, Елена Юфатова. Народные новости. Юные спасатели со всего Приволжского федерального округа в школе безопасности 24 июня в Большеберезняковском районе на базе учебного центра МЧС стартовали межрегиональные соревнования среди школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Ребятам предстоит продемонстрировать свои навыки в условиях, приближенных к экстремальным. О первом дне испытаний расскажут Ирина Радайкина и Сергей Соколов. 14 регионов ПФО, 28 команд и несколько сложных состязательных дней. Школа безопасности традиционно собрала подростков, которых не пугают трудности. Они точно знают, как выжить самому и как спасти других. Это почти 300 юношей и девушек, физически и морально готовых правильно и быстро действовать в чрезвычайных ситуациях. Долгие тяжелые тренировки не прошли даром. Каждый приехал сюда только за победой. Последние наставления перед стартом соревнований дают уже опытные спасатели. Свои навыки в этом нелегком деле ребята будут применять в течение следующих семи дней. Всем бескомпромиссной борьбы, всем честного, достойного соперничества, но и сильнейшим победы, а всем остальным новых, хороших, прекрасных впечатлений. Открыло состязание пожарная эстафета. Команде из четырех человек предстояло последовательно справиться с четырьмя этапами. Сначала переодеться в костюм пожарного и завязать спасательную петлю. Затем вместе с пожарным рукавом перелезть через высокую стену и пройти по узкому буму. И, наконец, самое сложное – потушить огонь. Все это на скорость. Было довольно тяжело, потому что соперники были как раз-таки сильные. И все бежали впритык. То есть в одной секунде могло быть до трех команд. Но, несмотря на это, мы заняли предварительно первое место. И будем продолжать в таком же духе. Первый трудный этап пройден. Ученики школы безопасности могут немного передохнуть в палаточном лагере и подготовиться к следующим дням борьбы. Они будут не менее напряженными. Подростков ждут поисково-спасательные работы на суше и воде, прохождение сложной полосы препятствий и двухдневный маршрут выживания в лесу. Все это требует от юных спасателей колоссальной подготовки. Здесь у нас будет и поисково-спасательная работа на акватории, поисково-спасательная работа в условиях техногенной аварии, спортивное ориентирование и даже какие-то навыки спасения, так скажем, жизни людей в природе, в домах, в зданиях, в завалах, при пожарах. Соответственно, очень большой спектр знаний, которые делают из участников строения таких универсалов. Несмотря на сложности и риск, все участники настроены решительно. Каждый точно знает, для чего он здесь. Я всегда хотел в жизни, чтобы помогать людям. И то, что когда я что-то делаю, какие-то хорошие поступки, вижу добро в глазах людей и они мне говорят славу и благодарность. И мне это очень помогает, и я считаю, это мой смысл жизни. За звание лучшей поборется и команда Мордовии. Это ученики 8-й школы Саранска. Уже не первый раз они становятся победителями регионального этапа и представляют республику на межрегиональных соревнованиях. Мы тренировались с утра до вечера. Буквально там, как проснулись, через час пошли в школу и пошли в лес тренироваться. Там отрабатывали все технические этапы. Кто станет лучшим, будет известно 29 июня. Победитель в августе представит Приволжский федеральный округ на Всероссийской школе безопасности в Свердловской области. Ирина Родайкина, Сергей Соколов. Народные новости. А больше Березняковский район. Сила, ловкость и большой труд. 24 июня стартовал финал 12-й летней спартакиады учащихся по спортивной гимнастике. Среди участников юноши и девушки, которые стали отличниками в своих регионах. Валерия Новикова и Станислав Семин расскажут подробности. В начале открытия гимнастов поприветствовали почетные гости и пожелали им честной борьбы и победы. На финал приехали 192 спортсмена из разных регионов России. Собрались все те, кто показывает отличные результаты в спортивной гимнастике. Девушки и юноши младшего возраста выступают по второму разряду. И это самые серьезные соревнования в этой категории. Выступления идут два дня. После, по сумме баллов, лучшие попадают в финал и сражаются в отдельных видах. По сегодняшним соревнованиям, по занятым местам, они могут уже претендовать в списке сборной молодежной страны. Презервный состав, юниорский состав. Потому что их уже сейчас здесь представители федерации просматривают. И представители сборных команд обязательно эти результаты просматривают. И будут детей, лучших детей будут уже как-то присматривать в сборную команду России. За отлично выполненными элементами на снарядах стоит долгая и упорная работа, в которую вкладывались не только сами спортсмены, но и их тренеры. Они всей душой переживают за своих подопечных и верят в их силу. У каждого наставника свои секреты подготовки. Подготовка у нас проходила поэтапно. То есть мы готовились к этим соревнованиям очень долго. Где-то около месяца. У нас второй этап был проходящий, который мы отобрались на этих финальных соревнованиях. И ребята очень достойно готовы. Мы очень много контрольных тренировок прошли. Прямо модельные тренировки проводили. Прямо с оттенками. И я надеюсь, ожидание будет хорошее. Соперники сильны. И это видно. Но каждый спортсмен настроен только на победу. Каждый готов выложиться на полную, чтобы завоевать заветное золото. Несмотря на волнение, в глазах участников есть решительность победить. Устроим мощный. Хочется победить. Это мои первые такие важные соревнования всероссийские. Поэтому надо очень хорошо собраться и выступить. Гимнастов поддерживают наставники и родные. Значимые состязания трудно переоценить. Все участники финала уже сделали большой шаг к своей спортивной карьере, пройдя отбор на всероссийские соревнования и показав хорошие результаты. Валерия Новикова, Станислав Семин. Народные новости. В Саранске состоялся товарищеский матч между красноярским футбольным клубом «Енисей» и мордовской командой «Лата». О том, как проходила игра и кто стал победителем, расскажет наша съемочная группа. Игра против мордовской команды «Лата» прошла в Саранске на стадионе «Мордовия-арена». Для «Енисея» это первый матч на сборах. Напомню, команда выступает сейчас в первой лиге. И по уровню футболист из Мордовии уступает гостям. Но тем не менее, футбол – это та игра, где решают не статус, а игроки. И «Лата» показали все, что могут. Матч произвел на зрителей отличное впечатление. Для нас это большой опыт. И наша команда будет анализировать игру. Будем проводить, так скажем, аналитическую работу. И я думаю, что этот опыт нам поможет расти. Красноярцы показали свой уровень. Раз за разом они прорывали оборону команды из Мордовии. В составе «Енисея» дважды отличились Андрей Чуканов и Александр Ломайкин, на счету которого два гола. Также по одному голу забили Денис Тихонов, Максим Савельев и Михаил Гащенков. Матч закончился со счетом 7-0 в пользу красноярской команды. Для того, чтобы побеждать, нужно играть с более сильным соперником. В этом смысле «Енисей» оказался прекрасным учителем для «Лата». С «Зенитом Можевском» мы играли в среду, 4-0 выиграли. Это потенциальный соперник наш был в группе. И после этого матча мы, получается, вышли на первое место. «Лата» выступает в 85-м чемпионате Мордовии. А самое главное то, что команда вышла в плей-офф Кубка при Волжье. Ксения Забарюхина, Александр Овчинников, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Ирина Семенова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok